Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела бы вам погадать на вот таких милых, приятных пуговичках. Это гадание можно иначе гадать на бабах. Может быть, вы слышали про гадание на бабах. Также это можно гадать, в принципе, на чем угодно. На камешках, на ракушках, на пуговичках. Без разницы. Здесь принцип гадания одинаковый абсолютно. Ну вот в данном случае я решила вот такие взять разноцветные милые пуговички и сделать вам гадание. Гадание будет два. Загадывайте на два варианта. Первый и второй. Давайте вот эти камешки возьмем. С вами голубой агат и сиреневый аметист. Почему я взяла два расклада? Ну это у нас даже карты двойки. Это карта выбора. Как говорится, вот сейчас вы выберете два варианта. Первый вариант. Это вам расскажет о ваших делах, делах сердечных, о бизнесе, о путешествиях. Ну в общем-то все, что вас ждет в ближайшем будущем. Но опять-таки будущее это буквально месяц, два, три. На большее навряд ли это гадание будет идти. Загадывайте на первый вариант или на второй вариант. И сейчас мы с вами погадаем на пуговичках. Можно на бабах, можно на ракушках, на камешках. Разницы нет абсолютно никакой. Я надеюсь, вы загадали какой-то вариант. Ну давайте сейчас посмотрим, кто загадал вариант из голубого агата. Мы высыпаем наши пуговички и начинаем гадать. Пуговички и начинаем гадать. Пуговички и начинаем гадать. Пуговички и начинаем гадать. Итак, давайте посмотрим, кто поставил на голубой агат, что у нас с вами здесь происходит. Итак, ну что можно сказать? В голове у вас пока что каких-то определенных планов и целей нет. Я вам скажу. Вы, возможно, хотите чего-то, но вы четко не поставили, не конкретизировали свое желание, не обозначили его, как я вам это уговорила, как это нужно сделать в предыдущих видео. Конкретно обозначить цель, обозначить задачу. Если вы говорите о каком-то конкретном человеке, допустим, я хочу любви. Это пространство не понимает. Оно такого вообще не принимает и не понимает. Оно конкретизирует пространство, слышит четкие задачи. Я хочу любви с таким-то, там Иван Иванович Иванов, год рождения такой-то, проживает в городе таком-то, улица такая-то, конкретно. Или вы хотите, просите здоровья всем, тоже непонятное желание. Вы должны здоровье конкретизировать, перечислять имена, кого вы просите. То есть желание должно быть конкретным, тогда космос его услышит. Вот у вас желание неконкретное. Если даже они есть, у вас какой-то сумбур в голове. Ну вот конкретизировать, вы не конкретизируете желание, поэтому космос вас не слышит. Что в сердце? А в сердце у вас, я вам скажу, вот суета-сует, вот просто такая суета. Вы какой-то человек такой интересный, возможно, вы очень быстрый, очень резкий, принимаете быстрые какие-то скоропалительные решения, торопитесь куда-то. Этого делать не стоит, нужно немножечко подождать, сесть, подумать, разложить все по полочкам. А у вас, понимаете, не то, что суета-сует, а какой-то сумбур, и то же самое в сердце. В сердце у вас четкого представления, вот нет желаний никаких на какого-то человека, может быть. В сердце у вас никого вот конкретного нет, я не вижу этого. Опять-таки, бизнес. С бизнесом тут тоже вот что, я не пойму почему, что получается, либо у вас работы нет, либо работа какая-то недоходная, которая не приносит денег. И, в общем-то, в планах у вас нет финансового вот какой-то поддержки, я не вижу, вот по финансам. А вот что касается путешествий, да, вы человек, вы очень любите путешествовать. У вас даже сейчас какие-то намечаются, возможно, какие-то путешествия. Я не говорю, что какие-то в дальние страны или еще куда-то, возможно, вы где-то по месту или на пикник на какой-то собираетесь, или с друзьями отдохнуть, выйти на природу. Или еще, ну вот гулять, путешествовать, ходить, с людьми общаться, это вы любите. Это очень хороший такой расклад получается. Но вот в голове, в сердце, вот у вас, понимаете, вам нужно четко поставить какие-то конкретные цели для космоса, обозначить, чего вы конкретно хотите. Не видно, чтобы вы что-то вот конкретно говорили. И то же самое вот по работе тоже, ну пока вот перспектив каких-то с финансовой стороны не видно, не вижу я этого. Так, давайте теперь посмотрим, кто поставил на второй вариант, это камешек аметист. Так, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. Итак, давайте посмотрим на второй вариант. Так, ну что я вам хочу сказать. человек, который загадал второй вариант, все, кто загадал второй вариант, в голове куча мыслей, куча идей. И вот, знаете, такое впечатление, как будто бы вы просто не успеваете реализовывать то, что думали. Или, может быть, вы еще не готовы к каким-то свершениям. То есть вот у вас в голове куча идей, и вы не знаете, с какой идеей начать. Или, может быть, вы хотите тщательно подготовиться, чтобы предпринимать какие-то действия. Вот у вас что-то недоработано, что-то недодумано. То есть вы хотите много чего сделать, но пока что бездействуете, делаем, нет, не двигаетесь. В сердце у вас сердечные дела у вас прекрасные. Вы человек общительный, любвеобильный. У вас очень много внимания вам оказывает противоположный пол. Если девочки или мальчики гадают, без разницы, в общем-то. Но сердце вот просто любвеобильное, и на всех вас хватает. У вас много друзей, у вас много подруг, у вас очень много воздыхателей или воздыхательниц. Но вот в сердце есть любовь, и, возможно, даже вы уже определены. У вас наверняка есть кто-то рядом в сердце, потому что оно открыто для любви, для новых отношений, для новых свершений. В общем, здесь вообще все замечательно. Что касается бизнеса, деньги вас любят, деньги к вам липнут. Они вот буквально в полном смысле этого слова липнут к вам. Это вот так хорошая у вас позиция. Что, смотрите, касается сердечных дел, у вас плюс большой, огромный. Касаемо бизнеса тоже плюс. Плюс вот на ближайшее время, ловите момент, деньги просто польются к вам рекой, если вы сами только этого захотите. Не так, что вы будете сидеть дома на попе ровно, и деньги откуда-то придут. Нет, такого не будет. Деньги приходят только к тем людям, которые что-то для этого делают. Что касаемо путешествий, навряд ли, никаких сейчас не путешествий не планируется. Вы особенно так не хотите куда-то вырываться. У вас не то настроение. Возможно, вы заняты именно работой, заработком, денежными какими-то делами. Значит, я вам еще раз подытоживаю, что вам сказала. В голове пока что у вас много мыслей, идей, но вы их пока что не реализуете. Сердце открыто для отношений, возможно, там уже кто-то есть, но, во всяком случае, в любви вам повезет, если сейчас никого нет, повезет стопроцентно. Бизнес однозначно, бизнес или работа, заработок, неважно, пойдет. И про путешествия, что касаемо путешествий, нет. Сейчас на этот период времени путешествий нет. Вот такие вот были гадания на разноцветных пуговичках. Еще раз повторю, эти гадания проводят на бабах, на камешках, на ракушках. Без разницы. Их должно быть 41 штучка всего вместе. И вот делают такие вот интересные расклады. Если вам понравилось, пишите в комментариях. Если не понравилось, тоже пишите в комментариях. Если больше будет в комментариях написано, что понравилось такое гадание, я буду периодически вам его раскладывать. Если вы напишите, что не понравилось, я больше его показывать не буду. Я вас всех очень люблю, ценю. Благодарю вас за то, что вы подписываетесь на мой канал, что смотрите, что оставляете комментарии. Я благодарю вас за все прекрасные слова, которые вы говорите мне. Я просто вот в ответку вам излучаю, обращаю, вот сколько вы мне пожеланий говорите приятных, пусть вам в 10, в 20 раз больше просто пойдет. Я вам обещаю, вам просто добро будет. Поэтому вы это ощутите в ближайшее время. Я вас всех очень-очень люблю. Благодарю вас всех. И желаю всего самого наилучшего в мире.